Три цвета. Белый, синий, красный. Каждый символизирует могущество и традиции России. Поднимать флаг в сопровождении гимна страны – новая традиция. Так отныне будут начинать неделю в школах. Сегодня губернаторский 101-й лицей открыл свои двери сразу для трех сотен первоклашек. Я так думаю, что я смогу уроки сделать и могу играть спокойно. А во что любишь играть? Ну, в куклы там еще могу книжки почитать. Читают книжки дети с родителями. К слову, сегодня они волнуются не меньше. К празднику готовились заранее. Покупали канцелярию, школьную форму, а еще выбирали направление, по которому предстоит учиться их ребенку. Я думаю, что прообраз будущей специальности будет связан все-таки с профилем, который мы выбрали. Это химия и биология. И здесь, безусловно, наверное, все-таки пойдет в медицину. Мне нравится опыты всякие проводить. Смотрю в интернете всякие видео про опыты какие-нибудь. Смешиваю там с тематием. Бу-бу. Чтобы дети могли проводить те самые опыты, в лицее создали все условия. Просторные классы, необходимое оборудование, финансирование смогли получить благодаря победам в грантовых конкурсах. Так полностью укомплектованы сразу несколько лабораторий по физике и химии. А с этого года список пополнило еще одно новое эко-направление. Это в рамках непрерывного математического образования, естественно, научный профиль, где дети будут изучать почву, исследовать почву, все, что связано с атмосферой. Если у первоклашек путь в мир науки только начинается, ученикам 10-11 классов предстоит сложный выбор – определиться с будущей профессией. Впереди госэкзамены. Чтобы облегчить задачу, для ребят провели лекцию, а на часть акции поделись своим знанием Всероссийского одноименного общества. Свой путь от школьника до председателя правительства Ульяновской области рассказал Владимир Разумков. В 1986 году я поступил в Новосибирский электро-технический институт. Это аналог политеха нашего, который сейчас у нас с вами технический университет. По такому же направлению планируют пойти и будущие выпускники школ. Многих привлекают точные науки. Для поступления выбирают наши региональные вузы. Отмечают, учебная программа не уступает столичной. Я планирую поступать в Ульяновск в вузы УГТУ или УГУ на факультет программной инженерии. И другие вузы не рассматриваю, потому что считаю, что ответственный человек за образование твое – это только ты сам. Подобные лекции в школах пройдут с 1 по 9 сентября. В Ульяновской области будут работать сразу 140 площадок. Перед ребятами выступят больше 100 спикеров. Все они – известные государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Управда. ТВ.